12-летний Владислав мог распрощаться со своими планами и мечтами из-за проблем со здоровьем. О врожденном пороке сердца подросток узнал во время планового осмотра. Найти десятки тысяч гривен на неотложную операцию одинокой маме не по силам. Как спасали Владислава, расскажут наши корреспонденты. Владислав смущается камеры, но говорит, что больницы не боится. Мне мама помогает, настраиваются друзья. Мама волнуется перед операцией сына больше, чем он сам. Я жду только положительных результатов. У меня в душе всё так. В столичный институт Амосова они приехали из Донецкой области. Устранить врожденный порок Владу нужно было незамедлительно. Дефект межпредсердной перегородки. Это дефект анатомический, это дырочка, которая сообщает два предсердия. И развиваются осложнения. Растягиваются камеры сердца. В лёгких растёт давление. Чтобы закрыть отверстие, необходим дорогостоящий приборок Людер. Его для мальчика приобрёл штаб Рината Ахметова. Я не знаю, что сказать Ринату Леонидовичу. Конечно, перед ним бы я встала бы на колени. Потому что у меня не было ещё возможности найти такие деньги. Устройство уже в операционной. Пока Владиславу вводят наркоз, он даже шутит. Он мне говорит, а я проснусь? Я говорю, ну, конечно, проснёшься. Он говорит, нет, вы не поняли. А во время операции проснусь? Я говорю, что я фильм «Наркоз» смотрел? Он говорит, да. Пациент крепко уснул. Теперь за дело берётся хирург. Через небольшой прокол на ноге заводится специальная заплата, которая называется оклют. Она располагается таким образом, что один диск этой заплатки находится в левом предсердии. Выглядит он, как зонтик. Второй диск в правом предсердии. Между ними находится сам дефект. Эти полчаса ожидания Валерии кажутся вечностью. Мне нравится хорошо, но мы будем кончивать. У нас всё отмечает. Сначала года по программе «Здоровое сердце» гуманитарный штаб приобрёл оклюдеры для девяти детей. За всё время работы вылечить врождённые пороки помогли уже 34 маленьким пациентам. Спасибо Ренаду Леонидовичу. Я могу сказать, дай Бог ему, его родным, здоровья, и что он не забыл детей, которые находятся в Донбассе. Благодаря помощи штаба Ахметова смогут воплотиться детские мечты. Теперь Владислав, как взрослый, собирается реализовать свой бизнес-план. Для начала буду в магазин арендовать, с магазина на супермаркет. Инна Желенко, Иван Верченко для телеканала Донбасс.